Боль, обида, разочарование переполняли меня. Я не видела выхода в этой ситуации. И я приняла решение разводиться. Зависимость от спиртного оказывает влияние как на шансы завести семью, так и на способность её сохранить. С детства я росла в семье, где не было счастья. Своего родного отца я не вижу уже с трёх лет, потому что он очень любил мою маму, но очень сильно пил и продолжает пить. Я постоянно видела, как мама плачет, как она несчастна. Когда я выросла, я встретила своего будущего мужа Руслана. Мы малое количество времени встречались и быстро поженились. И я не поняла, что у него та же самая проблема – алкоголь. Когда мы познакомились со своей женой, я уже находился в зависимости. Но на тот момент я, конечно, этого не понимал, что я нахожусь в проблеме. Я считал, что я живу нормальной, обычной жизнью. Первые три года я надеялась на то, что, возможно, он как-то это… Ну, на третьем году семейной жизни я поняла, что ни мои слёзы, ни мои уговоры, ничто не поможет. И очень страшно мне было понимать, что в ближайший момент будет развод. Несмотря на то, что их сыну было всего полтора года, и под сердцем Марина уже носила второго ребёнка, она твёрдо решила разводиться. Он любил меня, он не хотел разводиться со мной, но почти каждый день он приходил выпивший. Я постоянно везде находила пустые бутылки из-под самогона. Ну, я любил свою жену, но зависимость была сильнее меня. Водка эта была моей второй женой, которую я любил больше. Доходило уже даже до того, что он приползал домой на пузе. Ребёнок не понимал, садился сверху на папу, радовался, думал, папа играется. Я ждала какого-то момента, какого-то толчка, чтобы подать на развод. Но однажды слова, сказанные священником с экрана телевизора, прозвучали для неё, как гром среди ясного неба. Развод – это не воля Божья для вашей семьи. Для неё это был замкнутый круг. Она не могла поверить в то, что её мужем может хоть что-то изменить. И тогда она закричала в небо. Хорошо, Бог, я разводиться не буду. Но я отказываюсь бегать, я отказываюсь страдать, я отказываюсь следить за своим мужем. Я доверяю его в твои руки. Делай с ним, что хочешь. После этого начали происходить перемены. Когда я начал читать Библию, совесть начинала обличать меня. И я начинал мучиться. И вдруг он чётко осознал, что делает огромный грех, разрушая своё тело алкоголем и курением. У него возникло настоящее, осознанное желание измениться. Бог не только освободил его от алкогольной и никотиновой зависимости, но и восстановил его семью. Их жизнь теперь – это полная противоположность той, что была раньше. Я очень благодарна Богу за всё то, что я имею. В декабре прошлого года они отметили свой первый серьёзный юбилей – десятилетие семейной жизни. У них двое замечательных сыновей, которые, слава Богу, видят своих родителей счастливыми и любящими друг друга. Субтитры подогнал «Симон»!